Перевозить детей на руках или в свободном положении категорически запрещено. Правило элементарное, но родители иногда пренебрегают им, особенно если расстояние до школы или сада небольшое. Даже на короткой дистанции может случиться авария, в которой ребенок может получить серьезные травмы. В этом году произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних. Пять из них – это были пассажиры. Все ребята получили травмы в различной степени тяжести. Однако, если посмотреть статистику, то наиболее меньшие травмы получили те дети, которые были пристегнуты ремнями безопасности, либо перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Для обеспечения безопасности юного пассажира подходят автолюлька, автокресло и бустер. Выбирать их нужно правильно. Для детей до года используют автолюльку с маркировкой «Ноль». В ней ребенок может лежать горизонтально и удерживаться спецремнями. Такую люльку устанавливают на заднее сидение машины, перпендикулярно ходу движения. Дети от года до семи лет должны ехать в детском автокресле, которое соответствует росту и весу. Если посмотреть на его маркировку, то есть повернуть вот так, вот здесь у нас указана весовая группа. То есть это кресло предназначено для двух весовых групп. 9-18 килограмм и 15-25 килограмм. Для того, чтобы правильно выбрать детское удерживающее устройство, нужно посмотреть еще на другую маркировку. Так как все детские кресла у нас подлежат обязательной сертификации, на детском удерживающем устройстве обязательно должна быть обозначена информация. Сделана она вот такой оранжевой этикеткой. То есть здесь указано какое-то кресло универсальное, либо предназначено для какой-то определенной весовой категории. Также здесь указана страна-производитель. Это в кружочке у нас буква. На наклейке также должен быть номер испытаний. Можно зайти на официальный сайт и по нему увидеть, какие краш-тесты прошло устройство. Детей от 7 до 12 лет на заднем сидении машины можно перевозить не только в автокреслах, но и с использованием штатного ремня безопасности, если рост чада выше полутора метров. На переднем сидении несовершеннолетний до 12 лет должен обязательно ехать в специальном устройстве. Если такая перевозка осуществляется без него, соответственно водителю, который перевозит маленького пассажира, грозит штраф в 3000 рублей. Если водитель использует так называемые треугольники для адаптации обычного ремня, для того, чтобы пристегнуть данного маленького пассажира, то это не будет считаться детским удерживающим устройством в связи с тем, что такие треугольники не подлежали сертификации. К тому же на основе многих краш-тестов доказано, что такие устройства более вредят ребенку, чем обычный ремень безопасности. Госавтоинспекторы также напоминают, что просто посадить ребенка в автокресло недостаточно. Нужно его именно пристегнуть, иначе они имеют право выписать штраф. Безопасность детей – обязанность родителей. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.